Задержанному в Минске российскому воров в законе грозит выдача во Францию. В международном аэропорту Минска при попытке вылететь из страны задержан 56-летний вор в законе Бадри Аданая, более известный в криминальной среде как Томас Новороссийский. Решается вопрос о выдворении его в специзолятор для последующей депортации. Страна, в которую будет перемещен вор в законе, пока не определена. По документам и фактически Аданая живет на территории России и имеет законное российское гражданство. Однако, с декабря 2017 года Томас разыскивается французскими властями и с большей степенью вероятности будет выдан именно им. Белоруссия в очередной раз зарекомендовала себя страной, где обжигаются воры, которым до этого в любой другой точке света все и всегда было ни по чем. Напомним, в прошлом году в Минске погорели сразу два воровских тяжеловоза, лидер Менгрельского воровского клана Гела Кардава, уже отбывающий в Белоруссии свой первый срок, и один из двух легальных российских воров в законе азербайджанского происхождения, Рошад Исмаилов, он же Рошад Генджинский, который приговора пока еще только дожидается. Баадри Аданая или Томас, как его знают в широких кругах, тоже причисляется к самым влиятельным ворам в законе и ключевым фигурам криминалитета Юга России. Под его контролем с 1986 года находится экономическая жемчужина Кубани, город-герой Новороссийск. За более, чем три десятилетия, Аданая ни разу не привлекался к уголовной ответственности и никому из воров в законе своего главенствующего статуса не уступал. Если гальский петух заполучит Томаса и докажет, что искал его не напрасно, Крупнейший промышленный центр и торговый порт на Черноморском побережье Северного Кавказа впервые с советских времен может остаться без привычного воровского присутствия. По нашим данным, во Франции Аданая заочно приговорен к десятому годам по обвинению в отмывании денег, создании руководствия ОПК. Напомним, в январе после отбытия десятилетнего срока другой новороссийский вор, сопоставимый с Томазом по авторитету, 58-летний грек Матвей Карабулат, был депортирован из России с пожизненным запретом на въезд.